Окей, итак мы с вами остановились на главе, которая будет называться «Ошибок нет». Поехали. Большинство из нас боятся начать, потому что избегают ошибок. Страх ошибиться не дает сдвинуться с мертвой точки и превращает в диванного критика. Сейчас, когда я взяла на себя смелость регулярно вести ютуб-канал, напоминаю, что книгу я написала два года назад, и заявлять, что я хочу сделать классный продукт, я в тысячу раз больше начала натыкаться на критику. Каждый, кому не лень, указывает мне на непрофессионализм моих операторов, на неуместные кадры, фразы, внешний вид и прочие вещи. То и дело я узнаю о себе все больше нового и задаюсь только одним вопросом. Что же это за идеальные люди, у которых в профилях не то, чтобы видео собственного нет, а даже фотографии не стоят? Кто они? Те, кто позволяет столь бесцеремонно упрекать, давать советы, критиковать и высказывать свои претензии на тему того, что я не так и не то говорю, не то снимаю, да еще и не уважаю их. Ну, это речь идет о комментаторах. Перед тем, как что-то сделать, я задаю себе лишь один вопрос. Готова ли я ошибаться? Раньше я думала над этим, сейчас нет. Просто иду вперед и ошибаюсь. И именно ошибки позволяют мне так стремительно набирать обороты. Потому что шагая по своим ошибкам, я нахожу тот самый путь свой. Я не тешу себя иллюзиями об идеальных людях и идеальном пути. Я отлично знаю, что так не бывает и что то, что нам кажется со стороны, это виртуальная реальность. Нет, это не означает, что вокруг нет успешных людей. Отнюдь они есть и их много. Но только они стали такими именно благодаря своим ошибкам. И я не исключение. Именно ошибкам я благодарна за то, какой являюсь сейчас. Они научили меня строить отношения, вести бизнес и даже иметь встроенное красивое тело. Если вы думаете, что ошибки это какой-то туннель, который вскоре обязательно закончится и начнется чистый и счастливый путь, то вновь вас разочарую. Нет, это не так. Такого пути тоже не будет. Хотя сейчас я бы поспорила с этим утверждением. Жизнь это, конечно, не сплошные ошибки. Но все же значительная ее часть состоит из них. Моя задача избежать главной – бояться ошибиться. Потому что страх – это то, что блокирует абсолютно все. Помню, как мой муж, с которым мы были знакомы две недели и к тому же находящийся в браке, сказал мне «Я тебя люблю и хочу, чтобы мы всегда были вместе». Сказать, что мне было страшно, не сказать ничего. Но зачем мне этот риск? Взрослый мужчина. Большой, я бы сказала, огромный хвост отношений следом. Я понимала, что этот путь не будет для меня простым. И все же я доверилась своей интуиции и подумала, что если я не попробую, это может стать гораздо более серьезной ошибкой. Вот уже 10 лет мы вместе. Уже 12. И я понимаю, что именно этот выбор был верным и безошибочным. Мы предпочитаем стелить перед тем, как сделать шаг. Мы хотим уберечь себя и своих детей. И это естественно, с одной стороны. А с другой – не лишаем ли мы себя радости и права на другое счастье. На счастье познать радость, победы и горечь поражения. Даже врачи не рекомендуют сбивать ребенку высокую температуру, предпочитая дать возможность иммунитету побороться. Отчего же мы тогда так трусливы и так сильно опасаемся разбить коленки? Я сегодня как раз по этому поводу читаю книгу. И там была как раз фраза по поводу счастья. Она вообще посвящена книге «Счастье». И речь идет о том, что мы все время считаем счастье конечным результатом. Забывая о том, что мы же здесь и сейчас живем. И реально, когда мы что-то делаем, когда мы учимся, когда мы что-то выстраиваем, это гораздо больше счастья, вот этого трансформации, гораздо более длительный момент, нежели чем когда мы зацикливаемся на чем-то, что вот-вот оно случится. Но оно случилось и очень быстро уходит. Мы все время считаем, что счастье — это только какие-то большие победы. А как же маленькие победы? Когда вы смогли себя победить и потренироваться утром. Или когда вы смогли что-то вкусное приготовить. Или когда вы смогли не расстроиться на какую-то критику, а просто посмеяться с этого. Когда вы почувствовали, что вы перестали быть человеком, который вечно впадает в драмы, а наоборот умеет из них выходить. То есть мы каждый день растем и развиваемся. И когда мы себя за это не хвалим, когда мы на этом не акцентируем внимание, то наша жизнь превращается в такую, знаете, постоянную иллюзию того, что счастье где-то будет потом, оно когда-то там. А как же сейчас? И вот этот момент перемотки жизни, я не знаю, бывает ли у вас такое, когда вам хочется, чтобы побыстрее этот день закончился, это, конечно, самое глупое, что с нами может происходить. И в этой книге была такая история, как чуваку, короче, позвонил его друг, которого он давно не слышал, вот, и сказал, что он попал в аварию. И он, конечно, был, ну, очень обескуражен. И дальше ему сказали, а перед этим, тот, кому позвонили, он вышел там на улицу, и он что-то там думал, что как плохо, у него нет электричества, а есть только керосиновая лампа. И, в общем, как-то, знаете, вот все у него было не так. И вот ему позвонил друг и сказал, что он попал в аварию, он, конечно, расстроился, а потом друг сказал, что он попал настолько серьезно, что ему до колена ампутировали ногу. И вот он говорит о том, что, говорит, я когда, ну, эта ситуация была страшная, но я, говорит, сразу почувствовал себя счастливым. Я сразу понял, как круто. Говорит, когда я вернулся и увидел у себя керосиновую лампу, я подумал, как здорово, у меня же могло не быть керосиновой лампы, или у меня не могло не быть керосина. А так у меня все прекрасно. И вот мы на вот этом всем мелком, конечно, стараемся не акцентировать внимание. Точно так же, как, знаете, я помню, когда я беременна ребенком, и тут вдруг говорят, что, ой, там что-то непонятный анализ, или там непонятно, как будут рожать. У тебя уровень вообще, или там, например, заболел ветрянкой, там кто-то вокруг, и ты боишься, как беременный, не подцепить. Ну, то есть, какие-то такие вещи, которые в один момент становятся для тебя трагедией огромной. У меня даже, когда дети болели ветрянкой, представляете, они заболели обе, когда мы летим на Бали. Вообще, уровень, понимаете, моей трагедии был. И все, и ты думаешь, боже мой, ну, только бы не было этой ветрянки, и было бы все офигенно. Поэтому это очень такой важный фактор. Отлично помню все моменты, когда мы с Сергеем принимали решение ввязаться в какой-то бизнес. Открытие сервиса по аренде детской одежды было абсолютно глупой идеей, учитывая все факторы. Но мне хотелось получить этот опыт гораздо больше, чем просто включить рациональный ум. В конце концов, это скучно. А я предпочитаю гореть. И ничего, если иногда подгораю. Это тоже не вредит. Воспитывайте в себе авантюриста. Зажигайтесь и зажигайте. Ну, скучно ведь постоянно жить правильно и рационально. Бедненько и чистенько. Это, знаете, фраза со съемных квартир. Когда говорят, у нас все скромненько и чистенько. Вот. Какая квартира? Чистенько? Чистенько. Это означает, что квартира полная задница. Ну, это чистенько. Вот. Я много лет снимала квартиры, поэтому хорошо знаю, что это. И не важно при этом, сколько у вас денег. Хотя я никогда не встречала недрайвового миллионера. Богатые люди – это игроки. Психи в некотором смысле. Спокойная и тихая жизнь – не их выбор. И не мой тоже. И я пока не знаю, как, но вырву свой миллион на канале. Это речь о Ютюбе. Просто потому, что мне забавно это сделать. И пусть я сниму тысячу не очень удачных видео. Но я готова это делать ровно до тех пор, пока однажды не выстрелю. Уж поверьте, поруха у меня хватит. Вера, она внутри. В меня никто не верит и никто не поддерживает. Мне так тяжело. Что, помнишь такие мысли в своей голове? Я, конечно, не Зигмунд Фрейд, но все же спрошу тебя. А с чего-то мой друг решил, что кто-то должен это делать, поддерживать тебя. Не должен. Представь себе. Это кричит твой эгоизм. Всплывают твои отмазки и, опять-таки, желание переложить ответственность себя на кого-то другого. Мы почему-то плотно вбили себе в голову, что кто-то должен нас поддерживать. И что в одиночку нам не справиться. Но ведь по факту это не так. И до тех пор, пока ты это не осознаешь, дела не будет. В какой-то момент, живя в своей квартире на массиве и наблюдая за людьми вокруг меня, я осознала, что мне пора совершить побег. Ну а какой поддержки я могла просить людей, которые жили совсем в другом мире? С другими мыслями, потребностями, словно в ином измерении. Я даже не думала их переделывать или пытаться образумить. Нет. В свои 18 лет я прекрасно понимала, что мне нужно вырваться. Вырваться в другой мир. Потому что в этом я не видела свою жизнь. Я не видела себя ни в метро, ни в тесных маршрутках, не представляла себя вечно покупающей одежду на рынках, стоящей в очередях в дисконтном супермаркете с просроченными продуктами, сделанными непонятно из чего. Ну, мое видение мира. Мужчина моей мечты никак не был похож на тех, кого я видела рядом с собой с дырками в зубах и вечным благовонием вечернего алкоголя. Это была не моя жизнь. И мне не нужна была поддержка, потому что у меня была мощнейшая мотивация. Наверное, мне просто повезло, что тогда еще у меня не было возможности жить в виртуальном мире и делать вид. Вот я такая классная, лежа на старом диване в квартире без нормального ремонта. Понимаете, да, о чем я? Я трезво оценивала свою реальность, поэтому просто искала возможность вырваться и твердо стать на ноги. Имея пример неудачного опыта построения отношения с мужчинами, своей мамы, я не особо рассчитывала и на мужскую помощь, считая, что быть любовницей не мой вариант. Почему-то вариант того, что я могу построить крепкие отношения с достойным мужчиной, тогда в моей голове тоже не укладывался. И уложился лишь тогда, когда я приняла решение встретить и родить детей именно от такого. Помню, как я впервые заявила маме, что мы с подругой теперь будем снимать квартиру отдельно. Тогда я попала в шоу-бизнес. У меня появились деньги. И первое, ну деньги, это, конечно, громкое понятие, но хотя бы какие-то. И первое, что я сделала, это покинула спальный район, которого почему-то страшно стыдилось. Меня когда мужчины предлагали подвезти домой, ну были же у меня какие-то ухажеры нормальные, я стеснялась говорить, где я живу. И меня подвозили куда-то в центр, и потом я херачила полтора часа на общественном транспорте, потому что я стеснялась сказать, где я живу. Вот, ну такая дурня была. И несмотря на то, что сегодня я с этого смеюсь, я крайне благодарна своей брезгливости, так как именно она дала мне то, что большинству из людей так не хватает. Жесткую мотивацию и твердое решение, во что бы то ни стало, пробиться. Вера, она внутри тебя. Это и есть твой стержень, который отныне тебе придется в себе прокачивать и наращивать. Вера крепчает с каждым твоим успехом. Хорошая работа, первые заработанные деньги, первое дорогое платье, классный подарок любимой женщине, это для мужчины адресуется, из серии «Что хотел, а ни на что хватило». Все это мощно питает твою веру. Понимаешь, дорогие машины, дома и прочие вещи покупают не просто так. Это ведь тоже отражение твоей веры. Веришь, значит действуешь. А действуешь, значит получаешь результаты. Так это и работает. Верь в себя, детка. Даже если не умеешь этого делать, учись. Хватайся за любую возможность и иди до конца. Не жди, пока это сделают другие. Путь готов к обратному. Скорее всего, как только ты пойдешь вперед, то наоборот, встретишь нападки и желание тебя остановить. Поэтому верить в себя придется в 10 раз больше. Это по ночам. Ты можешь плакать в подушку, прятаться в туалете и бояться. Это нормально. Мы все это проходили. Со временем уколешь диспорт в подмышечные впадины, чтобы не выдавать себя. И научишься улыбаться так, словно ты самый уверенный человек в мире. Дерзай, детка. Скажи тебе по секрету, мы все боялись. И все же научились верить в себя. Со временем страх никуда не денется. Вот только верить в себя ты почему-то станешь гораздо больше. К тому времени появится за что. Сегодня, оглядываясь назад, я смотрю на пройденный путь и понимаю одно. Только человек, верящий в себя, смог бы пройти то, что прошла я. А значит, все ок. Кто ли еще будет? Ну, это вот знаете, кстати, тоже говорят о том, что человек может быть, становится тоже счастливым, когда он начинает что-то делать полезное для людей. Соответственно, а когда появляется потребность делать что-то полезное для людей? Это любовь к людям просыпается. Так вот, чтобы эта любовь просыпалась к людям, она изначально должна проснуться всегда к себе. А себя вы можете полюбить только за что-то, как и других, знаете, вот за что-то. Вот ребенка, в психологии существует такая история, что когда ребенок рождается, или когда он в утробе, мама его любит, но совсем не так, как она его начинает любить спустя время. То есть это доказано. Что любовь, она всегда на чем-то основана, за что-то. Вот говорят, любишь безусловно, безусловно. Вот нет, вот из себя, когда ты понимаешь, что ты вот там молодец, там молодец, там молодец, там молодец, любить начинаешь больше. Есть такое упражнение практическое, которое рекомендую делать, это взять и выписать себе хотя бы там пунктов 30-40, за что вы себя уважаете, за что вы можете, чем вы можете гордиться. Это могут быть абсолютно разные вещи, но однозначно их очень много. Даже за то, что вы там умеете держать слово, или вы можете вкусно готовить, или вы хорошая мама, или и так далее, и так далее. Вот сделайте такое упражнение и перечитывайте его. Потому что мы все время, как я уже говорила, мы не ценим во внешнем мире ничего такого. Знаете, нам кажется, что вот только если построил мост, то тогда да, герой, а все остальное не считается. Это неправда. Каждый человек состоит, и мир состоит из множества каких-то мелких историй. Кто-то дерево посадил, кто-то еще что-то. И вы тоже каждый день совершаете очень много хороших, важных штук. Вот начните это фиксировать, и ваша вера начнет расти. Есть упражнение такое, когда ты неделю, каждый день по 10 минут проговариваешь это, и твоя вера внутренняя начинает укрепляться. Я вам рекомендую. Я такие штуки люблю делать, даже когда я считаю, что у меня с этим нету проблем. Вот поверьте, вот когда начинаешь делать упражнения, оказывается, что еще и расти, и расти. Итак, едем дальше. Предприниматели – это порода. Да-да, именно порода. Ну почему животных классифицируют на породы, а людей стесняются? Мне кажется, что ничего зазорного в этом нет. Отнюдь. Просто устала уже, когда то и дело слышу, что каждый может стать предпринимателем и кем угодно, только если захочет. Но, если честно, я так не думаю. И абсолютно уверена, что у каждого есть свой генетический код, который четко говорит о том, кем человеку нужно быть, чтобы чувствовать себя счастливым. А ведь именно это главное. К примеру, уже никто не спорит с тем фактом, что нет полезных продуктов для каждого. Зато существует индивидуальная непереносимость, когда одному от этого хорошо, а другому совсем нет. Так же и с предпринимательством. В последнее время, лет так уже 10, все, кому не лень, активно призывают бросать работу и начинать работать на себя. Но формулировку слышите «работать на себя», а, но формулировку слышите «работать на себя», не отдыхать на себя, а работать. А это, хочу вам сказать, гораздо сложнее и рискованнее, чем работать на кого-то. Судите сами, приходите вы в компанию и сразу интересуетесь двумя вопросами. Что нужно делать и сколько я буду за это получать? Компании, в которых платят процент только за результат, давно не популярны в наших странах. Ну как же, я работаю, а денег нет. Нечестно. И при этом вы даже не думаете, что компания получает деньги не за работу как таковую, а за то, что сумела она кому-то продать что-то или нет, за то, что она создает. Понять это становится очень легко, когда ты начинаешь работать на себя. А еще круче, когда на тебя начинают работать другие. Ведь теперь ты должен не просто делать то, что тебе говорят, теперь ты сам говоришь, что делать. И если говоришь неправильно, то никаких денег не получает, потому что некому их дать. Зато все подходят и просят у тебя. Ну как же, люди ведь работали, сидели у тебя в офисе, стояли за прилавком. Ну и что? Что у тебя не купили? Это ведь ты что-то сделал не так, а они все так стояли и продавали. Понимаете, да, в чем я говорю? Интересен тот факт, что многие молодые предприниматели этого не понимают. И от этого не просто проваливаются с треском, но и получают приличную травму и страх действовать самостоятельно. Так что теперь, никому не нужно идти в предпринимательство или гадать, повезет тебе или нет? Ответ прост. Знаешь, я люблю смотреть бокс. Нравится мне, когда два мощных мужика лупят друг друга так, что даже страшно. Но есть в этом действии какой-то кайф для меня. Но представить себе, что однажды я сама могла бы выйти на ринг, я не могу. Разбивать свое лицо, травмировать тело и каждый раз рисковать, если не умереть, то остаться инвалидом, вообще меня не зажигает. При этом я вижу тысячи людей, которых хлебом не корми, дай подраться. Что это? Определенный набор хромосом? Не знаю. Скорее, определенная бойцовская порода. Наблюдая и анализируя успешных и богатых людей, я искала, что общего между ними и мной. Между теми, кто идет вперед, разоряется, богатеет, но идет. И теми, кто сдается еще до боя. И заметила очень интересные объединяющие черты. Давай рассмотрим. Первое. Амбициозность. Если у тебя нет амбиций, ты вряд ли далеко пойдешь. Некая наглость и желание быть лучше, прыгнуть выше головы и отсутствие тормозов – определенное врожденное качество для успешных людей. Кстати, не всегда об этом говорится вслух. И это не означает, что человек трубит о своих планах налево и направо, даже наоборот. Большинство из тех, кто это делает – обычные крикуны. Ну, помнишь, в школе такими были забияки и часто двоечниками. Покричать и обратить на себя внимание они всегда могли. А вот до дела обычно так и не доходило. Поэтому не стоит путать настоящую амбициозность с таким понятием, как дешевые понты. Отличить одно от другого достаточно просто. Амбиции всегда двигают человеком, и он перемещается вперед, а крикун так и остается крикуном. Хорошо помню, как еще участь в школе, я брезгливо относилась к толпе. Судя по этой книге, я вообще страшно брезгливая женщина. Стоило только сказать кому-то, что все что-то делают, как я тут же понимала, что как все – точно не буду. Как все – стоять и курить возле школы. Как все – издеваться над более слабыми. Как все – не читать книги, а вместо этого тусить у кого-то на квартире и пить вино. Хотя могла бы и попить, кстати. Я всегда знала, что я добьюсь большего и старалась не ждать ни минуты. Потому что понимала, что если буду двигаться в тот момент, пока все отдыхают, я непременно убегу дальше. Не знаю, откуда в голове у маленькой девочки были такие мысли. Но они были. Поэтому если кто-то сегодня обзывает вас амбициозным, стремясь унизить этим, смейтесь ему в лицо и радуйтесь. А лучше просто ускорьтесь и не бойтесь желать. Амбициозный человек всегда стремится к лучшему. И точно знает, что все богатства и удобства этого мира – они для него. И ему даже говорить об этом не надо. Знание – это гораздо ценнее. Второе. Качество. Помните? Любовь к нестабильности. Этот навык я отследила достаточно недавно. А раньше сильно переживала. Ну что со мной не так? Почему сегодня я загораюсь каким-то проектом, работаю над ним, отдаю часть себя, а потом – опа! И неинтересно. Знаешь, я ведь абсолютно убеждена, что деньги можно заработать на всем. Всегда можно до них докопаться. Но при условии, что это реально тебе нравится. Помнишь, как раньше влюбилась ты в какого-то странного конопатого мальчика? И ничего в нем нет, а ты жить без него не можешь. А потом просыпаешься как-то, видишь его, выходящего из общежития и понимаешь – все, не люблю, ужасный он какой-то. Вот и со мной это происходило в самых разных сферах много раз. И с каждым разом та самая нестабильность зажигает меня еще больше. Именно поэтому я так и не научилась откладывать деньги, дорожить вещами. Я просто однажды поняла, что жизнь ведь моя, она сейчас. И я хочу ее проживать, а не складывать на потом в коробочку. Поэтому каждый раз, когда я чувствую, что охладеваю к проекту или к бизнесу, или к людям тоже, я честно себе в этом признаюсь. И я давно поняла, что главная ценность в том, что я делаю – это не дело, это я сама. Мои навыки, опыт и умения. И это единственное, что при любых обстоятельствах остается со мной. Каждый раз, находясь словно на вулкане и в отсутствии понимания, удастся ли проект, заработаю или прогорю, я готова ко всему. Словно ненормальная рок-дива, я просто поворачиваюсь спиной к сцене, и лечу в толпу, не зная, есть ли после этого жизнь или нет. Общаясь с другими предпринимателями, я видела еще большее безумство. Дикие и горящие глаза при сделках на миллионы. Я, кстати, раньше не понимала, какой кайф испытывают игроки. А теперь понимаю, но в казино я себя не вожу. Я предпочитаю отрыв в жизни. Поэтому, если сегодня ты плохо относишься к переменам, и у тебя вызывает ужас, что что-то может не получиться, или какой-то кризис, коронавирус, карантин, сюда же относятся. Возможно, тебе нужно серьезно задуматься над тем, что предпринимательский путь не для тебя. Запомни главное, в бизнесе нет никакой стабильности. В этом и заключается его прелесть. Особенно на моменте становления. Но, исходя из собственного опыта, бизнес похож на американские горки. И то, что развитие – это всегда путь вверх, это банальная иллюзия. На самом деле все гораздо замороченней. И это важно принять как неотъемлемую часть. Это, знаете, как сейчас люди пытаются понять, что нужно делать, чтобы вот в дальнейшем себя обезопасить. Вот если вдруг будет опять какой-то вирус или какая-то история, вы не придумаете сейчас. Вы не можете сейчас придумать на все века. Если ваш мозг такой предпринимательский и огненный, то он всегда в любой момент будет что-то придумывать. Вы себя не обезопасите на всю жизнь. Это обычный человек. У него всегда есть нычка, заначка. Он все время экономит. Он все время, вот у него, вот всегда, знаете, все такое под подушкой где-то лежит. Он много просто не тратит. Он может там на тысячу гривен прожить пять недель. А предпринимательский дух это такое, типа, разберемся, как-нибудь прорвемся. Третье. Конфликтность и возбуждение от острых моментов. Забавное чувство это, когда ты с удовольствием отстаиваешь свои убеждения, веришь в свою идею и готов в буквальном смысле сражаться за нее со всем миром, рискуя именем и деньгами. Ох, это захватывающее зрелище и огромное количество адреналина, которое выделяется при этом. Всякий раз, когда в моей голове рождается новый проект, я словно бультерьер впиваюсь зубами в глотку и разрываю на своем пути каждого, кто осмелится мне помешать. Даже страшно представить, какие бои ведутся у крупных бизнесменов и какие партии разыгрываются на высоком уровне. Но, как вы знаете, даже риск получить пулю в лоб не останавливает настоящих игроков, идущих к своей цели. Кстати, я длительное время не могла понять, почему богатые люди идут в политику. Почему, имея уже такое количество денег, они идут в политику для того, чтобы там начинать отчитываться перед народом, что на самом деле все это им не принадлежит, делать из себя какой-то другой вид и рисковать. Ну, нахрена? Вот я никак не могла понять. Там ту же Юлю Тимошенко нашу я сто лет наблюдала и никак не могла въехать. Ну, все очевихи прекрасно. А потом поняла. Это тот самый конфликтный адреналиновый дух, когда следующая история не про деньги, история про захват мира, власти, про эти амбиции. Это совершенно другое. Это точно так же, как и бизнесмены, которые зарабатывают столько, сколько они успеют потратить пять поколений после них. Нахрена они опять это делают? Зачем они куда-то опять рискуют, вкладываются там, войны какие-то устраивают, там с охраной всю жизнь живут? Это уровень адреналина. Это вот та самая власть, та самая конфликтность и возбуждение от острых моментов. Вы же знаете, что есть люди, которые в сексе придумывают всевозможные извращения, потому что по-нормальному их уже не достает. То же самое и в жизни, и в бизнесе, и в политике. Именно это происходит. Но это вам такое, мое. Так, на данный момент я явно не доросла до такого уровня и, скажу честно, не стремлюсь. Но играть на своем мне очень нравится. И я испытываю неимоверное удовольствие, разрывая на пути тех, кто зачем-то решается мне помешать или как-то уколоть. И этот кайф ни с чем не сравнимый. Я, кстати, очень люблю агрессоров. Мне иногда говорят, зачем вы реагируете, не расстраивайтесь. Я не то, что не расстраиваюсь. Я когда попала на проекцию прожинка, у меня хоть рай был. Хоть кого-то, хоть как-то поагрессировать. Ну, это очень прикольно. Так, но недолго. Стрессоустойчивость, умение держать удар, подбирать правильных людей. Все это и многое другое, безусловно, тоже важно. Но здесь есть много нюансов. И к тому же всегда можно найти тех, кто сделает это лучше тебя. Ну, то есть кого-то нанять. А вот стратегом ты остаешься сам. И как видишь, это действительно особенная порода людей. Другие здесь обычно не выживают. Конечно, ты можешь сказать, что видел много спокойных и рассудительных людей, которые зарабатывают миллионы. Но ты это просто видел. Чем сильнее и опаснее человек, как по мне, тем больше он умеет оставаться хладнокровным и держать себя в руках. Глядя хотя бы на сильнейших лидеров мира, это явно можно заметить. Темперамент и закалка – дело наживное. Ну, посмотрите на Путина. Но желание завоевать мир и готовность выпустить ракету в того, кто посмеет каким-то образом этого заслужить, рука никогда не дрогнет. Запомни, ты всегда видишь лишь то, что тебе позволяют увидеть. И не стоит тешиться иллюзиями. Не знаю, как много из перечисленных выше качеств ты заметил в себе, но хочу сказать главное. Важно быть не предпринимателем или отличным сотрудником. Важно быть собой. Не потерять себя в этом мире, погнавшись за желанием казаться кем-то другим. Если ты точно понимаешь, что ты не предприниматель, это означает лишь то, что ты еще на один шаг приблизился к себе. Так получилось, что я предприниматель. Больше, чем мама или жена. Потому что именно это разжижает мою кровь и заводит меня не по-детски. Именно без этой деятельности я начинаю сходить с ума и чувствовать приступы, похожие на удушье. Мне нравится рисковать и не знать, что будет завтра. Мне нравится побеждать. А порой что делать? Выгрызать свою победу. Но неудача меня не убивает. Скорее закаляет и будоражит. Ну просто это моя стихия. Не факт, что тебе это тоже подойдет. Не знаю, почему так много людей считают, что нельзя найти свое место, работая в хорошей компании. Можно. И зарабатывать прилично тоже можно. Но не отдаваться при этом не получится. Я то и дело наблюдаю перебежчиков. Людей, желающих найти легкий хлеб. Считающих, что их недооценивают, мало платят. Всем своим друзьям я говорю одно. Попробуй поработать на себя. Попробуй самостоятельно и на регулярной основе привлекать достаточно денег, чтобы просто выжить и зарабатывать столько, сколько тебе платят на работе. И если ты почувствуешь, что тебе это нравится и у тебя получается, отлично. Но если нет, если для тебя это стресс, тогда зачем ты это делаешь? Тебе стыдно признаться, что не получилось? Послушай, но мне ведь не стыдно сказать, что я не умею водить самолет и вышивать, кстати, тоже. Не умею учить детей мыть окна и много чего. Ну, кстати, вру, я умею мыть окна. Да, я могла бы, но не хочу. Это не мое. И это не стыдно. Это нормально. Хороший сотрудник – это первоклассный исполнитель. умеющий не задавать много вопросов, не создавать проблем, а просто брать и самостоятельно, без моей помощи, решать их. Хороший предприниматель – это человек, умеющий генерировать правильные задачи, ведущие к результату, которые приносят деньги. Соответственно, если вы задаете себе постоянно вопрос, где деньги, и ищете ответ извне, вы ни хрена не предприниматель. Человек, который берет на себя ответственность посадить в подводную лодку вместе с собой еще и других людей. Вот кто такой предприниматель. И знающий, что он за них отвечает. И так или иначе не даст им погибнуть. Ну вот сейчас, например. Все раз и распускают сотрудников. А по сути, как хороший предприниматель, должны помогать. А знаете, кому помогают? Предприниматели же помогают. Помогают тем, кого хотят вернуть потом. Кто ценность представляет. А если видят, что вы, блин, ну как бы, знаете, таких, как вы, будет пруд пруди, еще и зарплаты ниже дадут, то вам и не дорожат. А кто в этом виноват? А виноват в этом вы? Вот так вот происходит. Очень не нравится это людям слышать. Мне многие даже пишут, обижаются на это. Но это правда. Ценных сотрудников всегда спасают. Посмотрите, все предприниматели сейчас рассказывают, кого они спасают. Электорат свой. Тех, кто потом будет помогать им выходить из жопы. А если вы сами там, знаете, сидите тихонечко, просто ждете денежек, вас первым выпрут, конечно. И то, и другое нужно уметь делать. И для того, и для другого нужно родиться особенным. Это я о предпринимательстве или о наемном сотруднике. Задай себе хоть раз честный вопрос. А какой я породы? Кто я? Что мне больше по душе? Не гонись за призрачными образами и деньгами. Деньги есть везде. Важно просто понять, кто ты, и найти свое место. Если в том, что я написала выше, ты не узнаешь себя, то, может, тебе и не надо стучаться в чужие двери. Когда ты находишь свои, они с легкостью открываются тебе. Помни об этом. Никаких страданий и сопротивлений. Поэтому просто внимательно переосмыслить то, что я здесь написала, прежде чем идти дальше. Ибо важно быть не предпринимателем, а важно быть собой. И я хочу еще раз, чтобы вы это услышали, потому что предприниматель это колоссальная ответственность. И когда человек просто уходит с работы, потому что у него есть иллюзия того, что он в этой компании зарабатывает все деньги, в 99% случаев это просто иллюзия. Поэтому вы должны понимать, что уровень ответственности возрастает. И если вы находитесь уже какое-то время в растерянности, вы не можете спасти свой бизнес, вы не знаете, что делать, но вы думаете, ну я же шью такую красивую одежду или что-то там леплю, то вы либо липун, либо швея. Но вы не предприниматель. Это разные вещи. Ремесленник и предприниматель это разные вещи. Предприниматель это человек, который умеет генерировать деньги. Это ваша главная задача генерировать деньги. Потому что вы не выживете без денег. Вот и все. Вам это может нравиться или не нравиться, но это правда. Поэтому очень много людей, которые приходили к нам в бизнес-шоу, если вы его смотрели на ютюбе, моем канале, они люди были не предпринимателями. Люди не могли себя побороть. Предприниматель это жесткий, дисциплинированный человек. Дисциплина прежде всего, всегда, потому что надо заставить себя встать, нужно заставить себя рисковать, нужно заставить себя брать ответственность, нужно понимать, что нельзя сказать, это он виноват. Ни хрена. Ты отвечаешь за каждого своего сотрудника, ты отвечаешь за себя, ты отвечаешь перед клиентом, ты отвечаешь. Ты главный ответчик за все. Ты не можешь быть человеком, как на работе, ой, у меня не получилось, хлопнул дверью, пошел напился, и мне мало платят. А вот если вы крутой сотрудник, за вас всегда будут держаться, всегда будет делать работодатель все, чтобы вас оставить. повышать, у меня был друг один, он работал айтишником, правда, в одной очень неплохой компании, и у него жена забеременела вторым ребенком, ему другая компания, его решила увезти, предложила ему зарплату, там, что-то на тысячу долларов выше, ну, серьезно, так для него это было. И когда он сказал своей компанию, что он уходит, ему подняли зарплату ровно вдвое, что значительно превышало, представляете? Вот, то есть за хороших сотрудников компания всегда сражается. А если вы говнюшкин, если вы ходите на работу для того, чтобы ходить, для того, чтобы сидеть, для того, чтобы вот что-то изображать, ну, вот, вот вас и выпихнут первым. Я думаю, что если тут есть сотрудники, они себя узнают, а если есть работодатели, я думаю, что вы вряд ли со мной не согласитесь. Что делать с тем, что о тебе думают другие? Пожалуй, я скажу об этом так. Как хорошо, когда они думают о тебе, а не наоборот. Не буду скрывать, у меня в далеком прошлом тоже были страдания от тех других. Всякий раз мне казалось, что все эти люди лучше. Да и вообще, куда мне браться? Они вон где! А я? Кто я вообще? Эти мысли доводили меня до иступления. Особенно, когда ничего толком не получалось, и результаты были слабенькие. Всякий раз, видя пост или другое напоминание о тех, у кого получалось лучше, как мне казалось, у меня опускались руки. И если кого-то это наоборот подзадоривало, то только не меня. Но в какой-то момент я потеряла эту связь. Потому что период наступил настолько тяжелый, что мне нужно было не просто плыть, чтобы не умереть и не похоронить себя вместе с бизнесом. Поэтому я упустила из виду других и сосредоточилась на себе. А в тот момент, когда вынырнула, то поняла, что теперь те другие говорят обо мне. Это было неожиданно. Так я осознала, что действие гораздо важнее и сильнее, чем наблюдение за другими. Мне нравится, когда обо мне говорят. Точка. Потому что о тех, кто незначим и неинтересен, говорить точно не будут. И если раньше мне даже хотелось услышать, «А что говорят-то?», то сейчас я абсолютно точно знаю. Говорят. Мне достаточно этого. Мое дело идти вперед. Мне нравится это делать. А ведь это и есть счастье делать то, что нравится. И если другим нравится говорить, это тоже прекрасно. Иногда на моем YouTube-канале разжигаются непростые дискуссии. Кто-то говорит о том, какая я неприятная и лживая. Кто-то защищает. Не поверите, но мне приносят пользу и те, и другие. Чем больше говорят, тем выше рейтинг канала. Так что, имеет ли значение, что именно? Бесполезно и глупо убеждать людей в том, что ты хороший или плохой. Каждый воспринимает себя через свою призму. Это нормально. И если раньше я действительно переживала, что и кто обо мне подумает, то сегодня мне важно знать, что думаю о себе я. потому что именно я способна дать себе самую трезвую оценку, сравнив себя вчерашнюю с сегодняшней. Если ты до сих пор переживаешь о разговорах и пытаешься удовлетворить каждого, это всего лишь говорит о твоей незрелости. И это и неплохо, и нехорошо. Скорее всего, это пройдет, когда ты заточишь и укрепишь свой стержень и найдешь ответ на вопрос, кто ты. я вот пишу эту книгу и думаю, а ты вообще поймешь, о чем она? Не слишком ли все здесь как-то сложно? А ну, ответьте мне на вопрос, раз уже вы слушаете. Не слишком ли все здесь сложно? Я пока выпью за любовь. даже стаканчик не успела взять. Крышечка не упала, водичка не разлилась, яйцо не попало. Видите, как начинается эффект домино. Когда сидишь и такой смотришь, и все выпадало. Так, нормально, говорит Игорь. Хорошо, Игорь, прекрасно. Спасибо, наоборот, слушаю. Первый раз мне как роман. Ох, прекрасно, замечательно. Спасибо. О, видите, я напросилась. Напросилась. Я же тоже ее не читала вслух, поэтому, знаете ли, первый раз после написания сложно, а как же по-другому. Хорошо, и это тоже хорошо. так, что мы тут говорим? И в то же время я понимаю, что это самое ценное, что я могу тебе сказать правду свою, правду без прикрас, такую, как она есть. К чему мне тебе врать? Я не хочу тебе нравиться или нет. Я хочу, чтобы ты, мой друг, сам сложил оценку и мнение о том, что я делаю. Ты можешь принять меня и даже увлечься, а можешь пройти мимо. И то и другое твой выбор. И я буду благодарна как за один, так и за другой. Не огорчайся. Что бы о тебе ни говорили и реально задавай себе вопросы, если о тебе молчат. Молчание это равнодушие. Значит, всем реально все равно, что ты есть. Значит, ты не сделал ничего значительного, ничем не зацепил. Так, может, пора подняться с дивана, может, пора уже определиться, кто ты и чего хочешь. Не перекладывать ответственность, сделать этот выбор кому-то другому, а сделать самому. Да, черт побери, я ругаюсь матом. И могу отправить что-то тяжеленькое в ответ. Да, я не самая милая девушка, хотя и могу разреветься от любой мелодрамы. Или просто от того, что я устала. Я разное обо мне говорят, как классно. Обычный лайфхак. Хочешь понять, что ты двигаешься в верном направлении, заставь людей говорить о себе. Стань активнее, ярче, активизируй силы, и ты увидишь, а скорее услышишь, вокруг много возгласов и голосов. Будут говорить, что с тобой происходит, что-то ты вообще стал вообще странным человеком, он раньше был нормальным. А кто-то будет говорить, вау, ты такой классный, ты такой, я видела у тебя новый проект. А кто-то будет говорить, ну мерзкий, ну ты посмотри на себя, ну с тобой же невозможно общаться, в кого ты превратился. И это, друзья, вот прям точно. Иди на голос, не на проект, не петь. Это самое верное направление, и не бойся ошибиться, бойся тишины. Если бы все начать сначала, последнее дочитаю, она коротенькая, ты ведь думаешь об этом, что если бы ты мог вернуться назад, то тогда наверняка мог бы сделать все по-другому. А вот я не знаю. Есть в моей жизни такие моменты, которые я вспоминаю с содроганием. И большинство из них родом из шоу-бизнеса. В 19 лет я попала в женскую поп-группу Гавана. Наш продюсер Александр Ягольник был тогда на гребне волны. Все его узнавали. Он вел программу Песни года, а каналов было два или три там модных. На один плюс один он вел Песню года. Это был пиздец. Его артисты собирали стадионы. Его, кстати, первая артистка была Наташа Могилевская. Его артисты собирали стадионы. И, конечно, я была вне себя от радости, когда я с ним познакомилась. Саша учил меня быть достигатором и искать ответы на непростые для меня вопросы. Кто я? Чего хочу? Какой мой путь? Эти вопросы он начал мне задавать у 18 лет. У меня вылазили глаза на лоб, я вообще не знала, о чем он говорит. Клянусь. Общаясь с ним, я чувствовала себя очень маленькой и незначительной. И очень страшно, дико, невероятно, не зная, какие слова подобрать, он, наверное, был единственный человек в моем жизни, чего уважения я хотела добиться. Прям вот я была готова, я разделась голая по улице и шла когда-то. Когда он мне сказал, слабо тебе, я сказал, мне не слабо. Вот так сильно я хотела его уважения. Ужас. Это был удивительный опыт. Именно в шоу-бизнесе я прошла все круги ада. Никто и никогда больше не унижал меня, как он. Он заставлял меня чувствовать себя абсолютным ничтожеством и ломал десятки людей, но только не меня. Каждый раз, когда он унижал меня, я закусывала губу и продолжала идти вперед. Именно он называл меня жирной коровой. И я стала таять на глазах. На зло ему я научилась петь, двигаться и держать самые большие залы в тот момент, когда начинала говорить. Он раздвинул мои рамки возможного. Я выходила в коротком топе в минус 30 на сцену, чтобы доказать ему, что я артистка. А после вливала в себя стакан коньяка, который не пила никогда и не болела. Однажды меня укусила оса и у меня распухла нога. Но я вышла на сцену, чудом засунув ногу в ботинок и отработала полный концерт. А после неделю не могла встать. Желание доказать ему, что я личность, детское такое желание превратила меня почти в робота. За мой век в группе поменялось 20 солисток. И угадайте, кто остался неизменный? Он здорово стоптал мое самолюбие. И после того, как я ушла, я больше никому и никогда не позволяла делать ничего подобного. Но это закалило и сформировало меня. И, наверное, отчасти сделало такой жесткой. Я много раз мечтала о том, чтобы всего этого не было. И столько же благодарила за то, что стала именно такой. Со временем злость и обида исчезли, а вот мощный стержень внутри меня остался. И благодаря ему нет для меня теперь ситуаций, которые бы меня ломали. Ранили? Да. Ломали? Нет. Иногда я все-таки задумываюсь над теми ошибками, которые совершала. И тут же исправляюсь. Нет в жизни ошибок. Есть выбор, который в результате привел меня к тому, что я имею сейчас. А мне очень нравится то, что я имею. Мне нравится, какое я стала. А значит, мое прошлое сформировало мою реальность и нет никаких ошибок. Запомни, что бы ни происходило в твоей жизни раньше, будь благодарен за это. Сколько бы раз мы не начинали сначала, мы все равно будем ошибаться и делать не так. Но не так по сравнению с чем. Где написаны те правила, которые дадут нам реальный, а не мнимый успех? Ведь ты же не думаешь до сих пор, что для того, чтобы стать успешным, нужно обязательно хорошо учиться в школе, а потом поступить в институт. А без этого не получится. Недавно подслушала один разговор в тренажерном зале, где девочка-абитуриентка, по-видимому, рассказывала тренеру о поступлении и произнесла ключевую фразу. Не важно, где ты учишься, важно, какие люди с тобой рядом. Связи. Вот что решает в нашем современном мире. Мне жаль, что я раньше этого не понимала. Приходится наверстывать. И сегодня, думая об образовании своих детей, я прежде всего думаю о том, как сделать так, чтобы они учились рядом с людьми, у которых по жизни большие цели и запросы. Потому что все эти люди непременно станут великими людьми. Ну, по крайней мере, какая-то их часть. И, естественно, я хочу, чтобы у моего ребенка было подобное окружение. И давайте не будем о воровстве, взятках и прочих вещах. Устрой мира придумала не я, но точно знаю, что порой один звонок правильного человека, с которым ты по случайности училась в параллельном классе, может решить проблему, к которой ты вообще не знал, как подступиться. Кстати, у меня есть такие одноклассники. Окружение это ключевой фактор. И это, пожалуй, я бы изменила в своей жизни. Раньше бы допустила в себя это знание. Так, ну, я думаю, что у нас еще с вами осталось на самом деле одно чтение. И будем на этом с вами завершать.